Игорь Александрович, вам не кажется, что вы сами себе противоречите? В разговоре с Михаилом Саввой вы говорите, что снятие заложенного сейчас это слишком опасная игра. А здесь уже считаете, это комментарий ко вчерашнему стриму, что в этом ничего страшного нет. Как вас понимать? Уважаемый коллега, я еще раз, я с самого начала говорил несколько вещей. Первое, это то, что я не понимаю, зачем это нужно Зеленскому. Ну, скажем так, могу догадываться, но догадки здесь ни при чем. Я не думаю, что существуют достаточно весомые какие-то аргументы для того, чтобы в разгар войны менять главнокомандующего, который пользуется гигантским доверием. Но должны быть очень серьезные причины, если они есть, их надо высказать. С украинским народом нельзя так обращаться. Что касается проблемы, здесь есть, безусловно, но я по-прежнему считаю, что нет катастроф. То есть, да, проблемы есть, да, безусловно, это плохая история, но я не вижу катастрофы. Потому что главная катастрофа, с моей точки зрения, это как к этому отнесется Запад. А Запад уже сказал, что это дело Украины, что это дело украинского руководства, и поэтому никакого воздействия они оказывать не будут. Вот, поэтому еще раз, это проблема, это плохо, но это не катастрофа. Я не думаю, что за этим последует какой-то серьезный политический кризис в Украине. Надеюсь, что этого не произойдет. Вот что он пишет. Против вашего желания, вас все больше втягивают в политику Украины, поэтому у меня к вам вопрос. Ну, вот не надо меня втягивать, уважаемый Сергей. Так, ну, тем не менее, поэтому у меня к вам вопрос. Как вы считаете, если Зеленский предложит заложенному пост премьера в Украине, и согласиться, одно дело, дайте мне танки, самолеты, обученных солдат, и тогда, а другое дело, выпроси, купи, построи, обучи, решит эта ситуация напряженность или усилит? Уважаемый Сергей, не знаю. Я, честно говоря, вот, я с трудом представляю себе такую конструкцию, я не хочу гадать. Давайте так, я все-таки хочу остаться на почве какой-то реальности. Вот тут меня там упрекают чуть ли не во вранье насчет того, что во вчерашнем, когда, да, сегодня у нас вторник, значит, в позавчерашнем интервью итальянскому журналисту, ну, понимаете, отрицать очевидное, если очень не хочется, понимаете, вот кому-то из вас очень не хочется, чтобы было название Великое Княжество Московское. И вот как-то вот надо подкопаться, сделать так, чтобы убрать слово Великое. Ну, не получится, это термин, понимаете? Из песни слово не выкинешь. Когда Зеленского, итальянский журналист спросил, что вы, как дело обстоится, действительно ли вы собираетесь отправить в отставку Залужного, он начал говорить о том, что да, такие планы, я думаю, я размышляю об этом. То есть, как бы, это впервые он допустил такую возможность. И дальше начал говорить о том, что в целом, значит, он планирует большую реорганизацию, большое, так сказать, обновление кадров и так далее. То есть, и постоянно говорил, что не только, еще раз подчеркиваю, не только дело в одном человеке. То есть, опять-таки, это означает, что, безусловно, отставка Залужного планируется. Это сказано было открытым текстом. И не надо здесь просто, так сказать, я понимаю, что очень не хочется. Я понимаю, что очень не хочется. Но вот изображать из себя Машеньку, которая закрывает лицо руками и таким образом прячется от беды, не надо. И винить журналистов в том, что они об этом говорят, тоже не надо. Это плохая история. И говорить о том, что не лезь, мы там сами разберемся, дорогие друзья, вы же задаете мне вопрос. В том числе и украинцы. И еще раз, и поэтому это важная история. Очень важная история. Об этом надо говорить. И не только, и речь не идет о том, что разжигать. Не журналисты, так сказать, создали эту проблему. А это проблема, безусловно. Не катастрофа, но проблема. Поэтому это было. Вот. Но в данном случае я, конечно, не думаю, что, скажем, я не могу себе представить, что заложный, который является профессиональным военным, генералом, что его зачем-то сделают представителем правительства. Не знаю. Мне кажется, эта ситуация фантастическая. Да и вряд ли заложенный на это согласится. Все-таки он разумный человек, и он на месте. Все-таки он разумный человек.